здравствуйте уважаемые подписчики зрители канала самогонщик с урала сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о полугаре она толкнула меня на данное видео на форуме у самогонщика тимофея один человек написал следующее гуляет с недавних пор на просторах интернета эти детках типа древние дико модное слово полугар из такие википедии есть и написано в ней отсылки на литературы законы российской федерации что спиртуозность равна 38 и 2 ну это неправильно 38 и 5 которая при поджигании наполовину выгорает там идет 41 комментарий я для этого сделал скриншот данного видео видео извините данного сайта и в одном из комментариев было сказано следующее что там любую водку поджигали она горела должно оставаться 38 и 5 там ну это тоже неверно более подходящий ответ я нашел на сайте алкофан в котором написано следующее прям цитирую текст полугар это 10 лет двойной перегонки из ячменного ржаного или пшеничного солода крепостью 38 и 5 в отличие от коньяка виски которые несколько лет выдерживаются в дубовых бочках качественный полугар получается естественными методиками очистки древесным углем хлебом молоком напиток готов к употреблению спустя 3-5 дней слово полугар по появилась благодаря оригинальной методике проверьте качество хлебное вино наливали специальный ковшик на фото и поджигали после выгорания объем оставшейся жидкости измеряли если он был на половину меньше изначального выгорала половина значит напиток успешен вот она емкость вот ссылочка плохо видно извините с телефона вот такого фотоаппарата ведется съемка немножечко употребляют пиво мы продолжим продолжим теперь вот так остановим фотоаппарат телефончик свой в стороночку вот моя мой полугарчик подготовленный точнее он у меня готов лежал сейчас устраивал танцы с бубнами чтобы вас убедить здесь 30 39 градусов показывает но показывает 39 это моя мой китайский асп при темпе при температуре 21 и 6 градусов 22 даже то есть спиртуозность там ниже сейчас попробуем все это поджечь для этого будем использовать вот такую емкость ничего не нашел мне таких оригинальных нету как было при николае сжигать мы все не будем мы сейчас я подготовлю то что ну 100 грамм это долго миллилитров я оставил 20 миллилитров для эксперимента то есть у нас после поджигания должно остаться 10 будем замерять одну минуту поджигаем так знаю как поджечь бумажка сгорит я должен загореться 10 лет горит как вы видите пламя полыхает все горит бумажку не смог вытащить языки пламени вам видно ждем когда погаснет напоминаю что дистиллят должен быть двойного перегона разведенный водички до питьевой 38 и 5 баночка не медная что-то какие-то всполохи но горит ровненько красиво так что товарищи вот это полгар 10 лет у меня сделано сич меня сброженный а полугары делаю для женщин сам я пью крепость 50 градусов вот уже начинает догорать вторая камера у меня начинает вздыхать батарея так что извините за трясущееся все снимаю на телефон ну вот догорел наш нет еще не догорел еще бум на бумажке что-то выгорает остатки будем замерять еще не горит не загорается и так что у нас получилось получился у нас вот такая вот жижечка которая перед отгорела свое огня нету пламени нету переливаем в колбочку ну может вы скажете там бумажка что-то в себя впитала ну вот мера 20 и если вам видно просвечивает мера ровно 10 миллилитров сейчас я одну минуточку вам все это покажу наглядно 10 миллилитров отличный полугар ну крепость извините теперь я уже замерить не смогу изначально было 38 и 5 как и говорилось и подробную подробную информацию почитайте на сайте алкофана алкофан точка ком это не реклама с алкофаном никаких дел не имеет просто у него все правильно красиво написано всем спасибо кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал еще раз всех с пятничкой сегодня пятница длинная неделя прошла пятница пятница простите сегодня суббота 9 июня длинная неделя ну будем считать что пятница с наступающими всех праздниками спасибо за внимание до свидания и